С вами снова компания OMZAP, меня зовут Михаил. В продолжение к нашей группике о Kia Sportage 2013 года, в пробегом 253 тысячи, наше сегодняшнее видео. Сегодня мы будем разбирать и дефектовать, а также чинить и собирать коробку A6MF1, шестиступенчатую коробку передач, производство компании iSyn. В первую очередь, что нужно сделать? Нужно крутить два болтика и снять бублик. Кстати, хотелось бы отметить, что коробка уже чинилась, герметик по стыку идет не заводской. Заводской оранжевый, здесь такой серенький, ну, видимо, как мы используем вектороинцы. И менялся корпус дифференциала, то есть шлицы, как вы видите, на столь значительном пробеге, они в отличном состоянии, значит, уже корпус менялся, потому что обычно к такому пробегу, если корпус дифференциала не меняется, то шлицы все в ужасном состоянии. Так, бублик мы снимаем и отправляем его в ремонт. Его распилят, поменяют всю внутренность и вернут нам обратно. Процесс разборки не сильно сложный, нужно откручивать все, что прикручено. Все, снимаем картер, проверяем подшипники на износ. Износ есть, но незначительный, для 250 тысяч вполне нормальный. Вот видите, корпус дифференциала, как я и говорил, здесь стоит новый, его уже сменили. Тоже подшипники живые, это не может не радовать мусора в фильтре достаточно. Износ имеется, конечно, незначительный. Самое интересное, сначала мы вытаскиваем вал первичный. Здесь у нас обязательно нужно проверить пакет. Не забывайте про такие мелкие детали, как проставочные пластмассовые шайбочки. Если вдруг разбираете самостоятельно данную АКПП. Так, пакет я, наверное, сразу проверю, чтобы точно знать, какие детали необходимо сменить. Обычно первый пакет у нас всегда в хорошем состоянии, но проверить нужно обязательно. Потому что коробка это не та вещь, в которую вы будете залазить по несколько раз. Нет, вы знаете, это, наверное, первый пакет, который я поменяю. Сейчас я вам покажу. Смотрите, стерлась почти до металла. И вот видите, как бы первые фрикционы более или менее. И чем дальше, тем хуже, 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 хуже. И последний прям вообще, смотрите, два последних просто. Будем менять, эти будут новые. Это прям труп. Смотрите, просто. Уже вот здесь были фрикционы, а не лысые. Прям труп. Под замену. Пакет прям зажимало. То есть он буксовал постоянно. Видите, он просто очень сильно изношен. Его сильно повело. Соответственно, могло быть такое, что подклинивал соленоид, и из-за этого его износило. Здесь находится поршень, который зажимает пакет. Это, кстати, самая частая поломка именно, закроется здесь. Но, но, это совершенно не тот случай. Видите? Поршень целый. Резиновые колечки целые. Обычно вот это колечко его выдавливает. Зажимает, выкручивается один из болтов. Либо здесь, либо вот здесь. Бывает, у меня раз было три болта, выкрутили сразу вот этот, вот этот и вот этот. И зажимает вот этот поршень, задавливая пакет, который последний здесь лежал. И после этого, ну, коробка сдыхает. Часто обрывается вот эта корзина. Уже было два случая таких, что корзина рвется. И, опять же, когда выкручивают болты, они упираются в пакет и корзину разрывают при срабатывании. Разбор внутренней части картера мы закончили в верхней части. Теперь нам нужно снять гидроблок. Он находится под этой крышечкой. Это называется поддон АКПП. Гидроблок, шлейф гидроблока. Все это нужно аккуратненько демонтировать. Вот здесь установлены на гидроблоке те самые соленоиды, которые нужно проверять. Также внутри много всяких каналов интересных, в которых могут порваться прокладка, может быть износ физический внутри блока клапанов. И либо делается фрезеровка, то есть вставляется ремонтная втулка в блок, либо меняется сам соленоид, либо меняется прокладка. То есть уже по факту опрессовки уже будет понятно, что нужно сделать с ним в первую очередь. Так, не теряем. Подшипничек. В принципе, здесь особо ломаться нечему. Нужно проверить, нет ли в тофле планетарной передачи. Далее у нас остается последний пакет. Проверяем его тщательно. Как вы видите, также повреждений на нем никаких нет. Пакет в идеальном состоянии. И мы также его менять не будем. Здесь у нас еще один поршень. Но, честно сказать, под ним никогда ничего не происходит. Поэтому даже доставать его не буду. Итак, здесь у нас детали, которые мы все оставим старыми. Мы это все перемоем, перечистим, поставим обратно в коробку передач. У нас что здесь? То, что мы меняем. Меняем мы по факту три пакета. Раз, два, три. Здесь у них имеются также дистанционные кольца. Не забывайте их проверять, в каком они состоянии. Вот видите, кольцо подгоревшее. Его нужно сменить. Это кольцо-держатель 6-миллиметровое. Здесь даже есть обозначение, сколько оно, какой у него размер. Также есть кольцо дистанционное. Вот оно. Видите, какое оно? Оно обязательно под замену. Его ставить нельзя. Его даже выгнуло. Если посмотреть, оно превратилось в конус. Точно так же у него имеется размер. Вот 23 миллиметра. Вернее, 2,3 миллиметра. Это его размер. Так, кольца под замену. Пакеты под замену. Насос я тоже принял решение все-таки менять. Потому что именно вот этот самый пострадавший пакет раздавил вот этот вот поршень. Соответственно, этот поршень очень сложно разобрать. Но, скорее всего, там будет проблема. Плюс насос с небольшими потертостями. Лучше мы его поменяем в сборе. И поршень, и насос будут новые. С ним проблем не будет. Далее мы отдаем гидроблок, гидроцентроматор, как я уже говорил в начале, на проверку и обслуживание, ремонт. И после этого приступаем к сборке. Ну что, ребят, у нас все готово сборки. Поэтому будем потихонечку приступать. Начнем мы с установки центральной ступицы. Корпус коробки весь перемыл. Переднюю крышку и заднюю. И сам картер. Также к нам приехали новые детали. Также вернулся из ремонта гидротрансформатор и гидроблок. В принципе, все для сборки АКПП у нас готово. Как вы знаете, начинать надо со ступицы. Надо все тщательно вымывать, перемывать. Видите, все в саже. Ступица крепится всего лишь тремя болтами. Дальше ставится корзина. Если корзины вашей под рукой нет, и вы думаете, как бы приобрететь болты, эти болты помечены вот они, точечки. Резьбовой фиксатор. Не забываем. Без него смесь коробки наступает раньше времени. Начинаем собирать задние передачки. Первым наперво нужно, после того, как мы перевернули коробку, туда всунуть вот эту вот муфту с планетарной передачей. Подшипник, у него упор сама ступица. Вот здесь, видите, полированная часть. То есть нет никаких пластинок, как, допустим, в заднем подшипнике. Там есть тоже такой же упорный подшипник на задней крышке. Так вот, на задней крышке он упирается, вот он у меня тут под рукой. Он упирается в такую вот пластинку. Почему? Потому что задняя крышка алюминиевая. И вот видите, даже след от него. То есть как вот ролики по нему ездили подшипником. А здесь он упирается в саму шестеренку с топицей, потому что она тоже стальная, из коленного металла. То есть она отполирована, видите, да, гладенькая. И вот там даже вот след есть от этого подшипничка. Здесь внутри есть еще один подшипник. Тоже, кстати, не забывайте про него, не потеряйте его. Он есть, там есть внутри еще и упор к нему. Чтобы вставить подшипник, вот так вот вы его, ну, просто не засунете, не получится вам вот эти шестереночки не дать. Но есть небольшая хитрость. То есть вы когда его поднимаете, солнце уходит вниз. Видите, там шайбочка вот эта с направляшечками. И вы его так вот, оп, и все, и он влез. После этого вы его так ставите. Все, его поджало. А с этим подшипничком как надо поставить? Берете какой-нибудь смазочке термо, которая, знаете, липкая такая. Литовчик, там, то, что он пользуется. Но я высокотемпературку обычно люблю мазать. Она для подшипников как раз хороша. Вот. Берем. Эту вещь вот так переворачиваем обязательно, чтобы вы это видели глазами. Вот здесь надо хорошенько вытереть все. Чтобы место, куда вы будете ставить подшипник, было не в масле, не в АТФке, а сухое. Если оно будет в АТФке, то он не прилипнет, оно отвалится все. И все, видите, здесь паз. Вставили, и он приклеился. После этого он падать не будет. И быстренько это все засовываем на место. Есть. Все, он на месте. Чуть поправляем в центре здесь подшипничек. Не забываем, что у нас еще здесь вот такая вот вещь. Это упорный подшипник. Тефлоновый, из тефлона сделанный. Его нужно вставить вот в эти вот пазики. Все на месте. Все. Дальше можно собрать пакет нижний. Вот самый первый получается. Вставили стальные диски. Вставили диски с фрекционами. Главное ничего не перепутать. Особенно это касается дисков, которые идут зазорные. Вот видите, например, на этом диске написано 6 миллиметров. Это верхний диск, он упорный. На него ставится стопорное кольцо. Как и в предыдущих наших коробочках, везде есть такой тормоз. Он ставится только в определенное место. По-другому вы его поставить просто не сможете. Чтобы его засунуть, нужно проворачивать всю вот эту корзину, муфту с планетарками. Видите? Я его провернул, и он прям упал туда. То есть ролики ушли. То есть он в принципе какой? В одну сторону он дает прокрутиться нашему пакету с планетарками, муфту с планетарками. В другую сторону он дает, останавливает. Муфта с пакетом фрикционов. Я ее помыл, почистил. Вот видите, поставлю последнее стопорное колечко. Здесь тоже есть колечко, которое выставляет зазор. Одно единственное, вот 8 миллиметров. Но оно стандартное для всех. Почему? Потому что у пакета стандартная высота. И все, после того, как вы его собрали, берем аккуратненько вот так его прокручиваем, вставляем. То есть он должен прям хорошенько защелкнуться на место. Сейчас, если вы переживаете, можно еще раз вытащить, посмотреть. Ага, все видите, они ровненько стоят. Значит он их выровнял, значит попали. Все. Встали на место. После этого крышечка у нас уже вымыта. Нужно вставить то, что я говорил в прошлый раз. Вот сюда вот так вот ставится подшипничек. Вот металлическая часть вот сюда. Пластинка, по которому он ходит сюда на место. Ответная часть. Ответная часть, да. Но, смотрите, если сделать вот так, смотрите, что происходит. Она выпала. И, соответственно, точно так же, как и с муфтой, в которой стоит планетарная передача, точно так же и здесь. То есть это колечко нужно взять здесь хорошенько, вычистить все, протереть прям, ну, чтобы сухое было. Здесь и здесь. Можно даже обезжирить. Намазать чуть-чуть литольчиком. Ну, как я и говорил, с температурной смазочкой такая, чтобы липкая была. А-ля, опять же, очередной лайфхак. И сюда его раз. И смотрите, магия какая происходит. Аллилуйя! Не выпадает. Не забываем про тефлоновые колечка. Они с замочками. Замочки должны вот так вот чик-чик-чик друг друга заходить. Делать чик-чик? Да. А, ну они автоматически делают чик-чик. Ну, почти. Они могут не попасть, и тогда его зажмет и выдавит. Оп, видите, все на месте. То есть они не торчат. Если вы не попадете, оно будет торчать, будет косо стоять, будет некрасиво, неправильно. И можно их тоже немножечко помазать смазкой, чтобы они хорошо вставились на свое место. Далее, перед тем, как заклеить это сразу все на герметик, нужно взять эту крышку и примерить. Видите, как она легко легла? То есть она прямо уперлась в корпус. Соответственно, мы собрали все правильно. У нас все на месте. И теперь мы можем снять ее. Не забыть вставить сюда резиновые втулочки. И на герметик все приклеить. Все, попробовали. Смотрите, крутится все хорошо, свободно. Значит, у нас все собрано в порядке. Если что-то было бы не так, он бы так свободно не крутился бы. Почему некоторые болты завода с фиксатором резьбы идут, но есть один, который без него? Почему? Как будто его специально оставляют, да? Как вы думаете, ребят? Напишите в комментарии. Болочки крепления поршня я тоже чуть-чуть мажу. Потому что если он выкрутится, он тоже может упереться в пакет. Ну, либо сломаться. В любом случае ничего хорошего от того, что он выкрутится, не будет. Втулочка, видите, замятая. Ее выдавило давлением. Ставить такую нельзя. Она может пропускать. Эти втулочки идут на клапана. То есть в крышке, в передней. Вот сейчас я покажу. Есть вот такие диагностические отверстия. И эти втулочки, видите, они вот так упираются. То есть и с помощью манометра можно продиагностировать работу того или иного пакета. То есть как его зажимают, с каким давлением. И когда вот это выдавливает, вот эту втулочку, здесь идет потеря. То есть, соответственно, коробка работает некорректно. То есть она сбрасывает. То есть в том месте, где она должна держать, она сбрасывает давление. И, соответственно, пакет может зажимать хуже, чем положено. Из-за этого он может буксовать. Вот здесь они вставляются. Ответная часть я вам только что показал. Проверяем. Вставляем. Целое. Целое. Все вставляем. Втулочки эти копеечные. Вот у меня целый в наборчиках имеется. Я себе заказал, потому что они очень часто востребованы. Практически в каждой коробке я меняю одну-две таких втулки. Эти колечки на предыдущих всех коробках, на этом поршне, постоянно выдавливало. А здесь они, на удивление, все целые остались. Поэтому я их проверил, помыл, помазал и ставим на место. Все. Слышали, как вышел воздух? Вот здесь вот отверстие из гидроблока. Сюда гидроблок вставляется, упирается в одно отверстие. Поршень, который там, где выдавило кольца. Помните, да? С другой стороны коробки. Там, где задняя крышка. Вот второе отверстие. Есть еще в другом месте каналы, где проходят, зажимают пакеты. Каналы, подающие масло, где зажимают пакеты. Но именно вот эти отверстия отвечают за этот и тот предыдущий поршень. Установил упорный подшипничек. Не забывайте про него тоже. Без них тоже будут очень большие последствия, очень плохие последствия. И обращайте внимание на то, чтобы он был не лопнувшим, нигде не крошился, ничего от него не отвалилось. И чтобы у него не было большей выработки. Они тоже размерные, кстати, заметьте. 4 миллиметра его толщина. Старайтесь такие вещи брать точно такие же, как установленные в вашей коробке этот зазор. Вот эти зазоры все выставляются на заводе. То есть это все промеряется, выставляется, да? То есть по корпусу. То есть если вы сюда поставите от другой коробки, и он будет там 5-миллиметровый, его съест. Так делать нельзя. Если здесь стоял 4, то сюда такой подшипничек-упорный ставить можно только с цифрой 4. Точно так же, как и дистанционные кольца. Если там 6, 8, 9, неважно, что там написано, нужно установить точно такой же. Кстати, о упорном кольце. Как вы помните, у нас вот именно в этом, нет, не в этом, или в этом, в следующем пакете. Сейчас мы этот пакет соберем. Кстати, вот наши запчасти. Все новенькое. Видите, красота какая. Отмоченное в масле. Отмоченное в масле, кстати. Постоянно у нас там это вымоченное в масле. Все просто чистое. Следующий пакет. Это вот как раз тот, что нам нужен тоже. Он, видите, с маслечки был. В масле, в масле. Все, все, люди. Просто это не все показывается, поэтому иногда кажется, что мы что-то не делаем. Но мы все делаем правильно, знаете об этом. Потому что наши клиенты уезжают довольные и возвращаются к нам еще на дальнейшее обслуживание своих автомобилей. Все. Установили пакет на место. Дальше мы ставим корзину на два других пакета сцепления. То есть удобнее всего сначала вставить корзину, да, то есть для внутренних дисков, чтобы потом вставляем пакеты и корзину для наружных дисков. Так удобнее всего. То есть чтобы вы набирали когда пакеты, они у вас сразу попадали в нужное место, чтобы вы их потом не ловили. Какой куда вставить. Честно вам скажу, я не встречал этих пакетов неоригинальных. Может быть они есть, но даже если они есть, мне неинтересно как они выглядят, потому что это надежно. Далее. Вот тот пакет, куда мы отдельно заказали еще. Смотрите, какая красота. Одно на всю Москву колечко 23 миллиметра толщиной. Не 23, оно 2,3 миллиметра толщиной. Вставляется вот так. Ага. И поехали дальше. Потому что по-другому ты его не вставишь. Смотри. В любом случае ты даже, даже если ты захочешь его перевернуть, оно у тебя так не влезет. Это защита от идиотов, ребят. Вот смотрите, вот два этих, видите, оно не становится. А знаете, почему здесь вот такая выемка? Потому что вот там вот упорное кольцо. И чтобы у вас не рвало все эти вещи, производитель делает такие выступы. То есть, грубо говоря, там упирается упорное кольцо. Там тоже была выемка, если вы забыли, если вы не обратили внимания. То есть упирается в упорное кольцо. Здесь упирается в упорное кольцо. И при нагрузках, то есть они, пакет упирается в пакет. То есть зажимается в принципе там то, что нужно. то есть какая-то знаете как перестраховочка чтобы не раздавливать все это дело потихонечку накидываем диски вот кстати вот у меня видите кольцо шло с пакетом в комплекте кстати удивительно почему она там лежала с номером 21 она мне не подходит мне нужно 23 я беру его выбрасываю и кидаю 23 по размеру то что нужно кстати почему я собираю шлиц-шлиц потому что так собрано на заводе соответственно если собран на заводе так значит так и надо собирать хотя можно поставить иначе все диски уложены вставляем стопор проверили обязательно чтобы он везде защелкнулся можно его установить на место так не забывайте здесь подшипничек вот он смотрите у подшипничка кстати есть правильное и неправильное положение раз уж и начал о нем говорить расскажу покажу видите у него упоры с разных сторон внутренний упор наружный упор наружным упором он положится сюда все наружным на наружную обойму внутренним он упирается здесь тут как раз небольшой конус это под него четыре раза щелкнул значит на месте далее у нас как вы помните масляный насос вроде бы неплохом состоянии но имеются на нем задиры да мы вам показывали также то есть проблемы есть вот с этим вот поршнем там его немножко выдавило поэтому так как поршень идет в сборе вместе с масляным насосом мы приняли решение нас масляный насос ставить новый вот он кстати его номерок если кому интересно что приказ примечательно и хорошо в этой детали здесь все сразу готово то есть все поршень установлен стоят тефлоновые колечки новенькие самое важное не забывайте здесь есть от через еще один упорный подшипничек ставится он получается вот так до усики так мы его поставить не можем иначе мы не попадем просто-напросто в насос то есть метод тот же берем мажем его смазочкой почему смазочка потому что она просто в масле раствориться и все ничем другим не герметиками не вздумайте мазать потому что это будет очень плохо потому что герметик масле не растворяется он просто повредит вашу коробку передач давить вот усики вставляют раз он приклеился прокладок здесь завода никаких нет не ищите вы их не найдете ставится просто плита ложится на плиту оригинальный его маслом смачивать не надо достой в последний момент масляный фильтр смотрите в страну заливать масло в него ни в коем случае нельзя потому что может быть воздушная пробка если это него мозговил его если знаете как есть там любители залить послужить масло в масляный фильтр в двигателе никогда этого не делайте ребят моя большая просьба вам никогда не заливаете в масляный фильтр масло почему потому что вы создаете масляную пробку воздушную пробку воздушную пробку между фильтром и насосом пока с трудом пытаясь прокачать мокрый масляный фильтр насос просто получает очень сильное масляное голодание то есть он не может выкачать его потому что здесь вот воздух вот в этом промежутке и появляется масляное голодание то есть он заберет масло тогда когда ему надо сам просто его туда храняем не боя не бойтесь что он куда-то провалится упадет вот уронили здесь два болта на масляном насосе идет новое кольцо уплотнительное его нужно обязательно помазать все той же смазочкой для чего его нужно помазать для того чтобы когда вы будете одевать корпус его не закусила если его закусит отсюда начнет течь то есть и многие после этого начинают менять сальники один за одним но все это не помогает потому что течет само кольцо и чтобы его поменять нужно будет заново расколоть коробку пополам мы это делать дважды не любим поэтому сделаем все сразу хорошо также сальник здесь стоит тоже новый даже ведь с меточкой какой-то заводской вот он помеченный вот соответственно сальник брать не нужно если вы меняете масло насос сальник отдельно не берите он будет в комплекте с насосом как я говорил здесь у нас практически все осталось ставить корпус дифференциала все готово как вначале я говорил корпус дифференциала здесь уже минины шлицы здесь как вы видите новенькие я щас все здесь помыл и заново все помажу синий смазочкой высокой температурной много смазки сюда как я говорю уже не надо замазать то есть вы должны чуть прикрыть шлицы и можно чуть даже больше если вы сюда набьете полную чашку в корпусе смазки вы сюда просто не сможете в дни всунуть не промежуточный вал не угловой редуктор пока у нас сохнет герметик и будем собирать гидравлическую электрическую часть то есть нам нужно установить шлейф и гидроблок не забывайте помазать это колечко далее отводим чуть-чуть назад селектор просовываем его вот сюда не забудьте приключить датчики прикрутить датчики скорость если вы их открутили и отключили отремонтировали гидроблок заменили втулочку ремонтную после этого перестала стравливать давление давление стравливал а соответственно пакет нужного количества давления не получал из-за этого буксовал соответственно перегревался и горел в принципе получается непосредственно причиной данной проблемы то есть причиной поломки данной коробки передач как оказалось был не выкрутившийся блок тому как то к чему мы привыкли уже видеть много раз а именно гидроблок то есть износ клапана в гидроблоке то есть соответственно он стравливал давление и не давал то что нужно в принципе процесс сборки можно считать практически завершенным мне осталось установить сюда гидротрансформатор напоминаемые гидротрансформатор точно также отдавали в ремонт его разрезали поменяли в нем пакеты помыли все почему все спрашивают зачем отдавать это же опять же лишние деньги обязательно нужно отдавать потому что гидротрансформатор он в будущем может стать причиной следующей поломки потому что внутри в нем после того как у вас горели пакеты внутри в нем есть мало того что нагар так еще и стружка вот не зря же и насос как бы масляный вышел из строя потому что его просто этим нагаром и стружкой убило то есть задрало его это нагаром и маслом и стружкой задрало вот соответственно гидротрансформатор нам перебрали починили в принципе это не очень дорого стоимость этой работы можете узнать у наших менеджеров на этом все не забудьте посмотреть видео ремонта двигателя данного автомобиля потому что ремонт нашего этого автомобиля был обширный то есть там ремонтировался двигатель ходовая часть и также коробка передач в конце предыдущего видео по ремонту данного автомобиля мы озвучили полную стоимость его ремонта на этом я с вами прощаюсь с вами был автомеханик михаил компания омзап до встречи на нашем канале и подписывайтесь на него не забывайте ставить лайки